Итак, друзья мои, всем привет! На связи Антон Рожновский. Это новый торговый день в нашем разделе Дневник Трэдуна. В общем, касаемо основных валютных пар у меня сигналов на сегодня нет. Очень скучный такой четверг получается. Поэтому сегодня, я думаю, что попробуем поторговать биткоин-доллар. Я его еще не пробовал по помощи стратегии Граалю. Немножко с опозданием, но у меня что-то даже более выгодная цена. Поэтому продаем биткоин-доллар. Продажа совершилась. То есть, соответственно, дальше все, что нам остается, это просто немножко вынести стоп за эти локальные максимум и минимумы. У нас здесь есть торговая область. Я особо не размечал, просто поставил простейший уровень. Соответственно, чтобы примерно понимать, откуда эту сделку я, собственно говоря, увидел и откуда я в нее зашел. Все. Дальше. Ближайшие цели, естественно, опять же, вот эта красная торговая область, по которой будет неплохая возможность закрыть позицию. Если это движение пройдет, если у меня будет возможность еще добавить здесь сделку, то, я думаю, это будет одна из тех позиций, которая сможет утроить и даже учетверить наш депозит. В общем, посмотрим сделку в работе. Так, ну что, друзья, отвез ребенка на каратэ. У него тут свой отдельный спортивный центр атмосферы. Ну, кстати, неплохое. Можно там на массажном кресле посидеть, если будешь ждать. Кедровые бочки, турбосолярий и прочая история. Ладно, не в качестве рекламы атмосферы. В формате давайте так. Сейчас уже времени 5 вечера, ну, без 25, да? И по биткоину пока что все болтаемся в этом небольшом коридорчике, грубо говоря. Ну, пока, пока, в общем, грубо говоря, не очень понятно, что там дальше будет. Но в любом случае сам паттерн есть. Это точка входа по стратегии Graal. Соответственно, ну, у меня нет никаких сомнений, что мы достаточно хорошо отсюда рухнем. Очень хорошая торговая зона, зона продаж. Совсем недавно отсюда биток очень хорошо корректился. Я думаю, что этот случай будет также не исключением. В любом случае, мы в этой стратегии используем стоп-приказы. В общем-то, ничего критического нам здесь не грозит. Так, ну что ж, друзья, биткоин у нас вновь ночной житель. В общем, была возможность хорошо закрыться. Но, возможно, это было где-то в 3 утра, да? После чего у нас появился разворотник. И, по идее, по системе Graal я уже должен был покупать. Ну, сейчас покажу. Примерно где-то вот отсюда. И ситуация не очень красивая, не очень приятная. Поэтому при каком-то небольшом, наверное, минусе... В общем, сейчас посмотрю в течение часа. Проспал я хороший профит. В любом случае здесь, я думаю, было неплохо. Потому что у меня была добавочная сделка еще дополнительная. Добавил по пирамидингу. Все-таки появился дополнительный вчера паттерн на продажу. Сейчас буквально часик подожду, посмотрю. Если продолжится движение. Потому что, по идее, средняя волатильность сделана. Этот сигнал на покупку ночной, да? Он должен, в общем-то, быть уже отработан. То есть, я бы его закрывал. Ну, посмотрим. Ситуация уже не очень правильная, конечно. Но на этой неделе хочется показать хотя бы вторую позицию какую-то, да? Поэтому рискнем. Рискнем небольшим убытком. Если никуда резко не дернется за час, соответственно, ничего страшного не произойдет. Но есть вероятность того, что все-таки он будет падать. И на этом можно будет что-то подзаработать. Посмотрим. Также буду сегодня наблюдать евродовый фунт бакс. А вероятно, у нас появится... Ну, в принципе, что я говорю. Только проснулся тоже. Так, здесь пока ничего. Фунт пока-пока-пока. Фунт пока, к сожалению, тоже ничего. Будем смотреть, наблюдать. Ну что ж, друзья, за этот час особенно ничего интересного не произошло. К сожалению, больших крупных свитчей в направлении моей позиции нет. Плюс я должен был выходить из этой позиции ночью. Поэтому закрываемся на 17%. В общем-то, тоже неплохой результат. Теперь буду смотреть, появятся ли у меня возможности зайти как-то по еврику, по фунту. К сожалению, сейчас я каких-то конкретных вариантов, моментов для входа не вижу. Но буду в течение дня наблюдать, чтобы сегодня доделать до 400%. И на этом закончить второй сезон дневника. Потому что, думаю, что здесь уже все достаточно подробно разобрано по этой стратегии. И в дальнейшем мы с вами уже... Ну, и не знаю пока, какая стратегия будет у нас в третьем сезоне. Но я думаю, что что-нибудь интересненькое однозначно я придумаю. Так, друзья, сегодня просто нереальная запоздашка. В общем, вышел я вовремя. Молодец большой, да. Вот зайти. Поздновато вхожу. В общем, я по битку очень поздновато. Но есть у меня такое предположение, что у меня получится. Будет возможность для того, чтобы добавить позицию. Глядишь, тут можно будет что-то заработать. Надеюсь, что сегодня движение пойдет по битку. Сделка открыт на покупку. Потому что... Ну, в общем, есть у нас здесь торговый уровень. Сейчас я возьму эту историю, по которому, собственно говоря, я имел право здесь войти. Вот по стопу, конечно, тут проблематично. Но давайте примерно в начало этой свечи. В принципе, депозит у нас разогнут достаточно неплохо. Поэтому можно порисковать. Вообще, в биткоина с разгоном идти смысла нет никакого. Даже по гралю. Потому что очень волатильно. То есть, я, допустим, если на Binance торгую, то есть я торгую вообще абсолютно без плеча. Он мне просто не нужен. Настолько волатильные, хорошие, мощные движения, что смысл заниматься кредитными плечами на биткоине, именно на криптобирже смысла нет никакого. Да и на Форексе достаточно... Очень большая нагрузка. Очень большая нагрузка. Даже несмотря на то, что депозит уже в 4 раза разогнан. Все равно достаточно высокий риск здесь будет получаться. Вот. Но в любом случае, сделка имеет право быть. Зашёва в неё немножко запоздала. Но в течение вот этого часа, возможно, у меня появится возможность открыть дополнительную сделку. И, возможно, на росте битка можно будет сегодня неплохо подзаработать. Вообще, движение хорошее. И предполагает достаточно длительное развитие. Посмотрим. Потому что снижение, да, на снижение даже если я ночью успел закрыть. Сам момент этого разворотника, он очень неприятный. Он говорит о том, что всё-таки биток здесь выкупается. Поэтому очень вовремя, очень грамотно и выше вот эта позиция на продажу. И переход в покупку, в общем-то, вполне сейчас обоснован. Так, ну что, друзья, отъезжал по дивану. Надеялся, на самом деле, что сделка всё-таки, пока я буду ездить, отработается. И прямо здесь сейчас мы с вами зафиналим второй сезон. Можно сказать, что даже оделся по поводу, да. Вот. Но на самом деле ситуация такова, что до сих пор приходится выжидать. Была у меня возможность закрыть на 4 тысячах, да. Но ситуация произошла таковая, что я просто тупо не успел. Цену двигал, а не значит, будет видно на камере, нет. То есть, вот этот выход резкий, да. То есть, в этот момент нужно было сразу же мгновенно всё это дело делать, успевать. Чего я, соответственно, сделать не смог. Поэтому на текущий момент просадка составляет 240 баксов от, грубо говоря, депозитов 4 тысячи. То есть, это, но нет те цифры, из-за которых, естественно, стоит переживать. Особенно учитывая то, что это биткоин. Это огромные спреды, это огромная волатильность. И вообще очень достаточно рискованная валютная пара, если можно так назвать, да, в формате того, что вы торгуете с кредитным плечом. Здесь однозначно риски должны быть консервативные, потому что даже при этих рисках вы, на самом деле, очень неплохо зарабатываете так, как будто бы у вас, собственно говоря, это кредитное плечо есть. Ну, я про это уже рассказывал. Поэтому на текущий момент просто жду, чем закончится сия позиция. Но я думаю, что она принесёт очень большую прибыль. Момент в том, что мне бы сегодня хотелось закрыть это, хотелось в первую половину дня уже, вторая пошла. Надеюсь, хотя бы к вечеру, к 4-5 вечера я закончу, потому что всё-таки пятница, не хотелось бы запариваться и тратить этот день просто весь на торгу. Ну, надеюсь, вы меня понимаете. Всё, в общем, чего, еду дальше по делам. Постараюсь с телефона все эти моменты наблюдать, но надеюсь, что уже в комфортной обстановке, спокойно на графике, закроете позиции, соответственно, порадуемся все вместе полученной прибылью. Ну что ж, друзья, в этот раз не пропущу. Всё, дневник трейдуна второй сезон подходит к концу. Потому что заработано более 400% прибыли по стратегии Грааль. Это было прекрасное время. Я благодарю всех, кто ставил лайки, писал свои комментарии. Возможно, возьму небольшой отдых от торговли. Потому что мне, как минимум, нужно придумать, чем же таким интересным занять третий сезон дневника. Гоя крутится куча идей, куча стратегий, которые мы ещё можем здесь с вами опробовать. Много различных интересных вариантов формата этого дневника. Но пока что я бы попросил, если у вас есть у самих какие-то идеи, одну мне уже подкинули тут недавно в чате Телеграма, это подбрасывать монетку. Есть такое мнение или миф, я не знаю, чтобы назвать его мифом, его, конечно, нужно сначала развеять, что если подбрасывать монетку и соблюдать некие правила риск менеджмента, то якобы всё равно вы останетесь, ну как минимум, при своей. Вообще, интересная идея, но своими деньгами за неё рисковать не очень хочется. Но вполне понятно абсолютно каждому из нас, что третий сезон должен быть бомбическим, это должно быть что-то такое, чего ещё никому в голову не приходило. Поэтому любым идеям я буду рад, вам всем большое спасибо за внимание, меня очень радует, что вы поддерживаете и, соответственно, пишете свои комментарии. Будем надеяться, что ваша активность продлится и в будущем. Ну а с вами был Антон Рожновский, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok